Спустя месяц я только смогла надеть кольцо и скажи, всем привет! Я бы на вашем месте не писала бы всякие гадости. Ну, глазки открывайся, ну, вот такие бутсы, смотрите. Я решила начать заниматься йогой. Нам сказали разбудить ребенка перед тем, как заходить к кулисту. Недавно он мне подарил коляску. Нас спрашивали, почему мы так часто ходим по больницам. Доброе утречко, сынуля! Он вчера с 8 вечера до 3 часов ночи не спал. Его уже животик не беспокоил, но он не мог уснуть. В итоге Алексей его замотал в пеленку, и он вырубился за минуту. Сынулячка. Ой, 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 ой. Давай вставать. Ну, глазки открывайся, ну. Вот когда не надо, спит так сладенько. Вот как его будить, а? Так сладенько спит. Мы приехали в больницу. На этот раз приехали даже раньше, на 20 минут. Ну, пока зайдем, пока переоденемся в гардеробный. Вот такие мы молодцы. Даже все документы с собой на этот раз взяла. И паспорт. Ну, только снил, с ребенка не взяла, потому что он у нас в электронном виде. Скорее всего, его нужно будет просто распечатать. А машину-то я не закрыла, пошла. Вот, все. Папочка ушел уже. Мы пришли в больничку. Третий раз уже. Нас спрашивали, почему мы так часто ходим по больницам. На самом деле, не часто. Первый раз мы ходили. Повторно сдавали анализ на выявление генетических заболеваний у ребенка. С пяточки брали кровь. Второй раз мы пришли на плановый прием в городскую больницу. Проходили врачей, но мы тогда немножечко заблудились здесь. Поэтому мы не успели с окулистом и не успели прийти микропатолога. Поэтому второй раз мы приходим в городскую больницу. Сегодня мы идем к окулисту. УЗИ почек и УЗИ головного мозга. Нам завтра нужно будет с этими результатами пойти к невропатологу. Не так уж часто мы будем. Это, конечно, можно было сделать все за один раз. Но невропатолог бы нас не приняла. Потому что нет результатов УЗИ. Нам почему-то это не сказали, чтобы не было к патологу, только с результатами УЗИ. Сынуличек спит. Вам есть что добавить? На спе. Тут так уютно. Столько всяких картиночек. Ребенку закапали и докапали. Сказали подождать на 20 минут, и потом они пригласят для осмотра. Надо будет его еще разбудить, чтобы он не спал. Нам сказали разбудить ребенка перед тем, как заходить к окулисту. Сынулик. Вставай. 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 Ты знаешь, как он разбудить? Сейчас даже камера не работает. Сына. Сына. Он спит уже на животе. Короче, сказали, поговорите с ним, и он услышит ваш голос. Что причитаешь? Вся обеда разбудил. Сегодня у меня была одна клиентка. Делала я уголки. Сделала примерно за 30-40 минут. Уголки вообще созданы для тех, кто не хочет постоянно рисовать стрелки. Я тоже люблю уголки. Когда у меня нет времени внутренние, в любом случае, у меня всегда выпадывают. Получаются как уголки. Сегодня я сюда пришла где-то часов в 12. И мы общались очень долго с папой по телефону. 2,5 часа. Прикиньте, я пока шла по дороге. Мы общались по камере. Потом сюда пришла. Я убирала. Здесь все помыла. У нас приходила моя помощница. Она помыла пол. Протерла везде пыль. Я тоже здесь все доубирала. Разобрала уже этажерки. Эту этажерку надо мусорку выбросить. Я клиентам всем даю масочки. Я не хочу заразиться ни от кого, чтобы потом заразу не принести домой. Сейчас я капельку клея загашу, чтобы она у нас не испарялась. Гашу я каплю клея обезжиривателем. Эти пинцеты у меня ведут дезинфекцию. И все. Я все удобно себе расположила, так как мне комфортно. И все. Здесь у меня телефончик лежит. Надо будет сейчас реклайнер протереть. Я не ложу на реклайнер одноразовые пеленочки. Потому что постоянно все скатывается. Они мешаются. В общем, совсем неудобно. Они у нас есть. Так что не переживайте, если смотрят мои клиенты меня. Я знаю, что многие меня смотрят. Мы проводим дезинфекцию после каждого клиента. Пледики стираем каждые две недели. Вот. Пледов у нас много. Так что я меняю пледы местами, чтобы постоянно одним и тем же клиенты не укрывались. И так, кстати, классно пахнут пледы после клиентов духами. Такой аромат от пледиков, в общем. Так вот все протираю. Здесь у меня пленка, а сверху чехол. Чтобы чехол не скользил. Это реально помогает. Так, надо выключить обязательно. Сижу на такой подушке. Подкова. Она такая с эффектом памяти. Достаточно комфортно мне сидеть на ней. Мне еще нужно будет докупить антисептик. Потому что он закончился. Либо я буду разводить спирт с водой. У меня здесь есть спирт. И есть оптимакс. Но оптимаксом он как моющее средство идет. Концентрированное для дезинфекции. Я заливаю его сюда. И здесь пинцетики дезинфицирую. И потом стерилизую его в сухожаре. Он называется Феррополаст 5. Медицинский. Также свои масочки постирала. Голографические. Смотрите, какие красивые. Эту я надеваю на обучение. Потому что вот в этой дышать и разговаривать вообще не надо. Невозможно. Я задыхаюсь. Еще приходил арендодатель. Я ему отдала денежки за аренду. И он мне дал 3000 на памперсы для малыша. Очень приятно. Он так радовался, что все хорошо, что я родила. Вот прям, знаете, смотрю на него и он такой счастливый. Прямо как мой папа как будто бы. Мы в этом помещении уже достаточно давно. Примерно 4 года. Наверное, 5 год идет. Потому что мы вместе с Алексеем уже 5 лет. 4 года мы с ним женаты. Кто-то из комментаторов таких умных писал мне, что вот как может муж ваш отсыпаться, когда вы едете в роддом. Это все из этого шорса, про который я вам вчера рассказывала. Что, типа, кольца нет на пальце, все понятно. Он, типа, на один раз, что за мужик там и так далее. Пожалуйста. Кольца нет на пальце. На мои сосиски опухшие. Когда я была беременна, кольцо не налазило. И спустя месяц я только смогла надеть кольцо. И то, знаете, когда с малышом делаешь всякие процедуры, не очень комфортно. У меня есть еще колечко с камушком. Оно такое красивое. Боже мой, там в форме бесконечности такой камушек красивый. Но я его не могу сейчас надеть. Потому что я буду царапать им малыша. Я цепочку одеваю только, когда выхожу в свет, там, сережки и свой браслет. Ровно пять лет назад купили этот мне браслет Пандора. Я его практически не снимаю. На какие-то значимые даты муж мне покупает... Как они называются? Я не знаю, девочки. Я забыла. Он мне на каждую дату их покупает. Здесь I love you. Это Сочи. Сердечко. Это годовщина свадьбы. Рыбка. Это Новый год у нас с ним был. А, нет. Это день рождения, потому что я рыбка. И вот недавно он мне подарил коляску. Прикиньте. Это за то, что я родила ему ребенка. И вот здесь написано, когда я была беременна, мам. Столько значимых дат у нас с ним. Самое ценное, что есть у меня, это вот этот браслет. Так. Вообще-то мне нужно уже собираться домой. Все дела я сделала до того, как я сюда пришла. Уже здесь делать нечего. Я все сделала. Кушать очень сильно хочется. Меня аж подташнивает. Выключить мне надо чайник, потому что я его на ночь оставила. А здесь свет такой дорогой. Если у нас работает обогреватель и чайник постоянно, как он называется, кулер. Если кулер у нас постоянно работает, то у нас за свет может выходить даже где-то 5000-6000. Это зимой. И летом, кстати, так же. Потому что летом кондиционер работает с утра до вечера. Потому что у нас в Тюмени достаточно жарко. Все. Я все выключаю. Закругляюсь. Я еще хотела здесь позаниматься йогой. Но времени у меня сейчас нет. Сыночек уже проснулся. Они покушали бутылочку. Я им молоко вчера откачивала. Но он, говорит, просит еще и еще. Мне здесь идти минут 10-15. 800 метров в общем. Так. Мне нужно посмотреть материалы, которые у меня закончились. Потому что у меня будет ученица 15-го числа. И мне нужно будет ей предоставить материалы. Добрый вечер. Я зашла в магазин. Хочу выбрать себе обувь. Отработала клиенточку. Иду. Гуляю. Вот у меня, короче, вот такая обувь. Кожаная. Я два года в них ходила. Покиньте. Первый раз. И у меня вот такая вот проблемка. Не знаю, видно или нет. Но там, короче, порвалась. То есть я за экологичное потребление, можно сказать. За минимализм. Поэтому я беру все такое, что подойдет ко всему. Так же касается верхней одежды. Ну, короче, всего. Кроме сумочек. Сумочки я обожаю. Вообще все свои сумочки. У меня был магазин сумочек. И много осталось. Я забрала все самые сочные себе. Вот эта вот пинга. Я ее просто обожаю. Короче, я пришла в магазин, чтобы купить себе зимнюю обувь. Как бы сейчас кончается зима. Но остался февраль, получается, да. И все. Но в такой уже невозможно ходить обуви. И я ее выставлю просто возле мусорки. Может быть, кто-нибудь ее возьмет. И будет носить. Так. Мне понравилась вот эта модель. Где она? Вот эта модель. Кожа. Я вот, видите, люблю одинаковую обувь носить. И стоит 2000. Сделано, в принципе, нормально. Я часто хожу с мужем. Муж мне выбирает классную обувь. Подбирает. У него крутой стиль. Обожаю с ним ходить. Вот такая, смотрите. Прикольная, да, со стразиками. Уги. Ну, сейчас слякоть, уги не подойдут. Я так понимаю, здесь зима. Из скидки на зимнюю обувь. Еще хочу зайти в магазин. Здесь тоже рядом с домом есть. Если вы не можете себе позволить оставить ребенка с кем-то, с мужем, и пойти прогуляться, просто проветриться, то я вам не завидую. И я бы на вашем месте не писала бы всякие гадости тем, у кого это получается. Вы не знаете человека, но позволяете себе писать всякую гадость про него. Вообще, я таких людей не понимаю. У меня тоже с клиенткой общались на эту тему. На тему всяких гнилых комментариев. И могу вам сказать, что половина людей со мной солидарны в этом плане. Вот такие бутсы, смотрите. Огромные. Сейчас мы искупаем, скорее всего, малыша и пойдем на прогулку. Зайдем в этот магазин. И он мне поможет. Ну или в другой соседний. Тут тоже есть Юничево вроде называется магазин. После родов прошло примерно чуть больше месяца. Я решила начать заниматься йогой. Потому что моя спина просто отваливается. Ребенка я поднимать не могу. Это суперсложно. Плюс у меня сидячая работа. Бандаж немножко помогает придерживать поясницу, когда я хожу. Когда я сажусь, либо вожусь, обязательно бандаж снимаю. У меня был такой случай, когда я была беременная. И двоих клиентов подряд я принимала в бандаже. Вот в этом жестком черном бандаже. А в нем, как я узнала после, сидеть вообще нельзя. И лежать нельзя. То есть сдавливаешь голову ребенку. Мы только что позанимались. Полежали на животике. Я сделала ему массаж. Мы занимались этим где-то два часа. Покушали. Лежит, разглядывает игрушки. Раньше они его вообще не интересовали. С каждым днем что-то новое, скажи. Я, получается, сидела в этом бандаже. Два наращивания, можно сказать. Двух клиентов принимала. После этого я попала в больницу на 28 неделе. У меня был тонус матки. Врачи удивлялись, как я доходила свой срок. Сынулечка, зайчик. Как я и говорила, ему нравится только один режим. И если включишь какой-то другой, он начинает психовать. Я расстелила свой коврик. Включила видео на YouTube. И хочу позаниматься йогой. Но сразу предупрежу, это чисто мое решение. У меня все зажило. И, девочки, если у вас мало времени прошло после родов, не занимайтесь йогой. Только по разрешению своего лечащего врача. Стараюсь менять памперсы каждые 2-3 часа. Ночью один раз поменяю. И все, чтобы не будить малыша. Ночь у нас начинается примерно с 2 часов ночи до 8 утра. Скажи, всем привет! Кто меня смотрит? Всем приветики! Я люблю мамочку. Я люблю папочку. И всех добрых людей на свете, скажи. Я только что очень хорошо покакал. Сходил в туалет. Умничка, мамина. Видите наши массажи? Массажи наши не просто так. Нам массажики помогают. Ой! Ой, что такое? Что такое? Что такое? Счастливый мальчик, мамина. Ну да, новый костюмчик одеваем. С самолетиками. Да. А я думала, почему он психует? А он, значит, у нас в туалет сходил. Умничка! Молодец, сынуля! Нам бабочек с семитиконом помогает больше, чем... Больше, чем... Что мы еще с тобой пили? Мы пили укропную водичку. Мы пили бэби каун. Нам это все не помогало. А семитикон помогает. Он, конечно, боли до конца не убирает, но... Ну, хоть как-то скажи. Да? Ну-ка, повернись. Повернись, козы. Всем приветики! Приветики! Довольный малышок. Сейчас, теперь мы пойдем на нашу качельку, да? Полежим, а мама йогой позанимается. Все, да, сынули? Ну, все. Ну, все. Мы теперь не будем капризничать, да? Не будем капризничать. Смотри, какие игрушки у нас есть. А нам только один месяц. А выглядим мы на четыре месяца. Общается. Что ты хочешь сказать? В общем, все. Я пошла заниматься йогой.